США согласились принять меры, чтобы их санкции в отношении некоторых стран не влияли на экономику Казахстана. Продолжить консультации по данному вопросу стороны договорились на встрече замминистра иностранных дел Казахстана Ахана Арахметулина и помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу. Но с учетом того, что санкции часто направлены против России, а эта страна наш стратегический партнер, возможно ли, что Казахстан останется в стороне? Спросим у финансового аналитика Армана Бесимбаева. Арман, добрый вечер. Если США вновь ведут какие-либо серьезные санкции против России, возможно ли такое, что нас это никак не коснется благодаря этим самым договоренностям? В полной мере то, что нас не коснется, я сказать этого, утверждать этого я не могу, к сожалению. Потому что мы все-таки, опять же, стратегические партнеры, Россия крупнейший торговый партнер с Казахстаном. Поэтому все, что будет влиять экономически на Россию, будет влиять в любом случае и на нас. Здесь договоренность, скорее всего, в той части, что введенные санкции против России не будут касаться, в частности, Казахстана. То есть, если какие-то запреты на различные вещи будут введены против России, они не будут подразумевать под собой Казахстан и не будут мешать каким-то деловым связям Казахстана с другими странами. И как-то в любом случае, в этой части персональные какие-то санкции и экономические санкции против Казахстана введены не будут. Здесь, скорее, даны вот такие вот политические гарантии, что это не коснется Казахстана. Но экономически избежать этого мы в любом случае не сможем. Санкции, которые США и Европа вводили в этом году против России и Беларуси, как сказались в целом на нашей стране? Против Беларуси нет. Все-таки экономические связи Казахстана с Беларусью все-таки послабее существенно. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки белорусская экономика сильно меньше даже нашей казахстанской экономики. А вот санкции против России, во-первых, даже раз уж они были введены, в любом случае ничего нового с 2014 года американцы ничего особого не предложили. То есть эти введенные санкции давно уже были переварены рынком. Рубль немножко качался, то есть рубль немножко двигался, немножко падал, следом тянул за собой тенге. Но вот к каким-то катастрофическим последствиям это, в общем-то, не привело. Все-таки надо понимать, российская экономика давно живет под санкциями. И плюс-минус еще одни санкции, подобные тем, что уже были введены, в общем-то, к каким-то серьезным последствиям по российской экономике уже никаких последствий в этом плане нет. Поэтому в этом смысле и на нас прямого воздействия это в любом случае не оказывает. Как вы считаете, Казахстан может себя как-нибудь защитить от санкций против третьих стран? Ну как защититься от политических последствий? То есть единственное, что мы можем соблюдать нейтралитет, как бы не выбирая какую-то определенную сторону, для того, чтобы не стать жертвами вот этих вот политических игрищ. Спасибо вам. Финансовая аналитика Арман Бесимбаев рассказала о последствиях санкционной политики США против третьих стран для Казахстана. Продолжение следует...